Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер, в эфире Финам ФМ бизнес канал, его первая часть под названием бизнес класс, как всегда в это время мы встречаемся в нашей студии с успешными бизнесменами, с красивыми, с задорными, с блещущими, с полными энергией, силой, новых каких-то идей, ну для меня как минимум и надеюсь очень часто и для вас, уважаемые слушатели. Итак, сегодняшняя тема, тема сегодняшней программы, как заработать на антиквариате и старине. В гостях Егор Молчанов, специалист по инвестициям в искусство галереи Элизиум, добрый вечер, и Марина Смирнова, основатель художественного проекта Блошиный рынок, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, для вас информация традиционная, телефон в студии 6510996, код Москвы 495, звоните, задавайте свои вопросы моим гостям и для этого есть еще и сайт компании, его адрес финам.фм, пишите, делитесь собственными наблюдениями, тем более, что тема, мне кажется, достаточно интересная, как заработать на антиквариате и старине. Если позволите, я начну с Егора. Первый вопрос вам, тем более, что все-таки ваше представление звучит более пафосно, чем представление Марины, потому что вы специалист по инвестициям в искусство. То есть все так по-взрослому, все серьезно. Для слушателей это не будет открытием, а для вас в какой-то степени. Дело в том, что бизнес-канал, его вторая часть посвящена непосредственно инвестициям, профессиональным инвестициям в фондовые рынки, в сырьевые и в валютные. Поэтому в какой-то степени слово инвестиции я лично воспринимаю однозначно. Расскажите, как это выглядит, инвестиция в искусство. Почему профессионально? Потому что до 2000-х годов, например, на международном рынке искусства присутствовали в основном коллекционеры. Те галеристы, аукционы, дилеры, кто обслуживали вкусы и предпочтения покупателей. А с 2000-х годов появились инвесторы. То есть люди, которые рассматривают искусство не как объект коллекционирования, не как объект духовного устаргания, если так можно сказать, а как объект зарабатывания денег. И сегодня количество инвесторов на международном рынке можно оценить где-то до 30% от общего участника рынков. То есть в чем это выражается? Если раньше срок перепродажи картины был где-то 3 года, то есть она покупалась в одном месте. То есть ее кто перепродавал? Тот самый коллекционер? Коллекционер, да. У него задачи другие, я так понимаю. Срок владения был 3 года. То есть он купил ее, повесил на стенку, походил, 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 походил. 3 года прошло, говорит, давай-ка я что-нибудь другое куплю. Нашел что-то новое, изменились предпочтения, изменились вкусы, он ее продавал. То есть сейчас срок перепродажи снизился до 6 месяцев в среднем. А немало примеров, когда он и одного месяца не составляет. То есть картина покупается в одном месте, не распаковываясь, переводится в другое, и там продается. Это уже не коллекционеры? Это не коллекционеры, это, можно сказать, спекулянты. Я даже инвесторами бы их не назвал. Это такие краткосрочные спекуляции. Как на рынке ценных бумаг. Совершенно верно. Абсолютно. И все это так и есть. Действительно, да. Если, например, говорить про русское искусство, мы сегодня с вами, как я понимаю, говорим именно об этом сегменте. То, например, с 2004 по 2008 год, основной пик роста цен на русское искусство, цены поднялись приблизительно на 400-500%. Это прилично. А если брать еще более длительный промежуток, например, с конца 90-х до 2011-2012 года, мы считали, вот вы не поверите, но в среднем практически каждая вещь, именно на рынке антиквариата, поднялась в цене в 30 раз. Хочу ли просто объяснить, почему? Потому что русское искусство было совершенно недооценено в то время, как мировой рынок роско, там было огромное количество... То есть это из-за железного занятоса пресловутого, да? Абсолютно. Существовало определенное количество коллекционеров, но их число не превышало, наверное, 100. Поэтому, и то я думаю, что я очень сильно хватил. Скорее всего, их было там не больше 30 даже. И поэтому русское искусство было никому не нужно, кроме соцреализма. Поэтому, когда времена изменились, когда у людей появились деньги, тут же начался рост. Это здорово. Ну, мы чуть позже, естественно, об этой теме еще поподробнее поговорим. Что такое русское искусство? Ну, и вот эта идея инвестирования в искусство, она, мне кажется, очень любопытная. Марин, теперь вопрос вам. Ваш проект называется «Блошиный рынок». Да, когда мы создавали этот проект, мы хотели немного уйти от того пафоса, который дает антикварный рынок. И представить сегмент вещей менее дорогих, но более ценных людей с точки зрения воспоминаний или какой-то истории, которая им дорога. Вот изначально, да, вы сформулируете наверняка идею «Блошиного рынка». Она, видимо, отличается все-таки от того, о чем сейчас рассказывал Егор. — Блошиный рынок, он рассчитан не на инвестиции, а скорее на эмоциональные какие-то восприятия тех или иных предметов старины, которые хочется приобрести, несмотря на их цену. Тем более, что цены предметов на Блошином рынке, в принципе, ниже, чем на антикварных салонах. — Я надеюсь, значительно ниже. Или всякое бывает? — Я могу сказать, что, например, на одном из Блошиных рынков в прошлом году, и все знают об этом событии мировом, всего за 50 долларов была продана работа Ренуара. — Да вы что? Егор, вы знаете об этом? — Да, я слышал про эту историю. — Это совершенно реальная история, когда одна из посетителей Блошиного рынка... — Здесь Москве у нас? — Нет, это случилось в Соединенных Штатах Америки, она купила ее, поскольку ей понравилась золоченая рама. — Из-за чего еще Ренуара можно купить? — Пролежала эта картина на чердаке, и когда чистили, хотели выбросить, но обратили внимание на подпись, оценили, это оказалось действительно работа Агюста Ренуара. — Очень нравится, да, с точки зрения инвестиций, вложения... — Которая была передана потом на аукцион. — И за сколько она ушла на аукционе? — По-моему, она была оценена где-то в районе 100 тысяч, то ли до... — Это стартовая была цена, но, по-моему, она не была продана. — Ну, надо быть очень аккуратным, потому что, конечно, сумма небольшая. — 50 долларов. — 50 долларов, да. За это, конечно, можно их легко потратить. Но если, например, такие вещи попадаются и стоят 5-7 тысяч, а вам говорят, что это Ренуар, ну подумайте бы. — Это логично, это логично. — Ну, здесь, я так понимаю, дело случая просто. — Это дело случая. Можно привести еще одну историю совершенно фантастическую, когда пенсионерка из Германии приобрела также на блошином рынке упаковку килограмма два марок старинных. И среди них вдруг оказалась одна ценная, которая была выпущена еще в 1861 году в Штатах с портретом Франклина, редкой печатью. И эта марка стоит 2,5 миллиона. — Вау. — Это реально цена этой марки. Их всего было до этого, по-моему, в мире две. Одна в музее почтовом США, вторая в частной коллекции. То есть чудеса случаются на блошином рынке, когда ты идешь уже к тем, кто является дилером, кто работу изначально оценивает объективно, и цена ее на сегодняшний день будет ни ниже, ни выше, а достаточно объективно, и ты вкладываешься с учетом того, что ты получишь через какой-то период свои дивиденды, то на блошином рынке встречаются фантастические совершенно доходы. — Ну, то есть правильно говорю, что блошинный рынок — это, во-первых, дело случая, и если профессиональные участники этого рынка, то с точки зрения, что люди именно в поисках этого случая могут лопачить огромное... — Достаточно большое число искусствоведов, которые профессионально занимаются тем, что на развалах, на блошинных рынках российских и зарубежных находят картины неизвестных художников и авторство идентифицируют. — И тогда картины, конечно, в цене вырастают многократно. — Я немножко вмешаюсь, если можно, что такое действительно происходит, скорее даже происходило раньше, то есть, как вот мы обсуждали, конец 90-х, начало 2000-х — это было временами кладоискательства, когда по западному... — То есть по той же самой причине, потому что все было закрыто. — Абсолютно. Особенно было много русского искусства в Лондоне, в Париже на маленьких улочках, на блошинных рынках, действительно находили очень и очень много значимых вещей. Но за 10 лет большинство участников выбрали все практически подчистую. — Все уже пересмотрели, да? — Но на блошинном рынке существует такое количество сегментов, что можно выбрать какое-то направление, которое может стать все-таки источником доходов. И мы обратили внимание, что в рамках блошинного рынка потихонечку возник интерес к истории винтажных украшений. История винтажных украшений, которая началась в 20-е годы в Париже како, за океаном Мириам Хаскилл, тут же появилась экстравагантнейшая Эльза Скайапарелли, и с этих трех фантастических женщин началась история бижутерии. Так эта бижутерия, я не буду говорить, что она в 20-30 раз возросла в своей цене. Это уже совершенно иной порядок, цены зашкаливают, и стоит очередь на украшения, которые были произведены этими художниками. Так что я думаю, что... Ну там мотив тот же самый, то есть люди ищут именно эти произведения, произведения этих авторов для того, чтобы заработать на этом деньги. Они продаются на аукционах, и достаточно по разумным ценам в Европе, и по баснословным ценам продаются в России. Поэтому для многих это увлечение винтажными украшениями стало профессиональным бизнесом на сегодняшний день. Ну то есть есть люди, да, или там какая-то группа людей, которые ищут эти украшения для того, чтобы... Есть безвельное число дам, которые готовы вкладывать свои сбережения и доходы своих мужей в те украшения, которые достались нам от талантливейших дизайнеров прошлого века. Они в данной ситуации, вот если использовать классификацию Егора, они коллекционеры ли, они инвесторы ли, или у них какая-то другая... Вы знаете, появилось достаточно большое число людей, которые занимаются этим профессионально. То есть они покупают украшения на аукционах, продают их в Москве, и деньги сразу же пускают в оборот. То есть это идет непрерывный процесс, и цены не зашкаливают, потому что они живут с оборота, а не с какой-то разовой продажи. Они не ждут своего клиента, если есть клиент, они продают для того, чтобы деньги вложить в старые. Это очень серьезный бизнес, из которого помимо Блашиного рынка у нас вырос новый проект. Марина, мы сейчас слушаем новости, потом продолжим. Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня мы говорим, как можно заработать на антиквариате и старине. Вот такая тема программы. А гости сегодня Егор Молчанов, специалист по инвестициям в искусство галереи Элизиум. И Марина Смирнова, основатель художественного проекта «Блашиный рынок». Еще раз, на всякий случай, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, адрес сайта компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными наблюдениями. Ну и самое время сейчас, Егор, если позволить, опять вам вопрос. Самое время сейчас несколько структуризировать вот все то, о чем мы так интересно начали разговор. Итак, что же такое, как выглядят эти предметы, искусство, в которое мы можем инвестировать? Что это в конечном итоге? Я буду говорить все-таки, наверное, больше о живописи, о графике, да, то, чем, например, я профессионально занимаюсь, в том, в чем я хорошо понимаю. Существует набор художников, ряд художников, правильно сказать, место которых в истории определено, да, если мы говорим с вами о рынке антиквариата. Понятно, чем они значимы для истории искусства, они висят в музеях, было много выставок и так далее. Если человек хочет начать инвестировать в искусство, конечно, имеет смысл ориентироваться на эти имена. Объясню, почему. Потому что больше работ этих художников уже не может стать никаким образом. Как я уже сказал, все их знают, место их определено. Поэтому дорогие вещи будут дорожать, а за ними будут подтягиваться дешевые вещи. В любом случае, это неизбежный процесс, потому что, например, сейчас на рынке наблюдается катастрофический дефицит высококлассных произведений искусства, шедевров. Их просто нету. Поэтому, когда они появляются, люди даже готовы платить премию за иррациональность, да, за обладание этими вещами, потому что они будут в любом случае расти в цене. То есть, грубо говоря, вы можете пойти в Третьяковскую галерею, которая находится на Крымском валу, посмотреть имена художников и начать в них инвестировать. Мой любимый пример — Наталья Гончарова, одна из самых главных и наших известных художниц, которая до недавнего времени была самой дорогой женщиной-художницей в мире с результатом 10,6 миллионов долларов. Если первоклассные вещи стоят миллионы долларов, то графика доступна от 5 тысяч, что доступно довольно-таки большому классу. Да, ты рассказываешь, а у меня на языке именно этот вопрос, да, все это замечательно, это шедевры, это те, кто давно известны, и, может быть, даже не только это русские художники, хотя, я так понимаю, профессионально ты именно этим занимаешься. Но сразу хочется сказать, а каков, собственно, порог инвестиций-то этой, да, с какой суммы можно начать? От нескольких тысяч долларов, заканчивая собственными возможностями. То есть, можно, говорю, покупать известных художников, их графику под дешевым ценным. Например, графика Кустодиева вполне доступна и за 7 тысяч долларов, и за 8, и за 10. И насколько это ликвидно? Это вполне ликвидно, потому что особенно зависит от, если у вещи есть какой-то провинанс, если есть история, если известно, что она сделана под какое-то конкретное событие, например, театральное, то это только прибавляет ей ликвидность. Многие коллекционеры за этим охотятся. Поэтому это вполне продаваемые вещи. Ну, я понял. То есть, я могу, да, условно говоря, список инвестиционных инструментов определить, вот как минимум, да, ты предложил, там, сходить в Третьяковскую галерею, например, да, и сказать, вот у меня есть наименование, да, тут висят такие-такие-такие фамилии. И вот эти фамилии, их произведения, это достойные, да, для того, чтобы инвестировать. Потом, где мне это найти-то? Найти-то где это? Безусловно, самое важное, это купить по правильной цене. Это вот очень важный вопрос. Купить по важной цене и купить правильную вещь. Я имею в виду, что не поделку, потому что, как вы понимаете, стоимость поделки равна стоимости неизвестного художника. Существует ряд, например, если мы говорим с вами про русское искусство, существует ряд галерей, которые, например, выдают пожизненные гарантии подлинности на те вещи, которые они продают. То есть, они за них отвечают. Есть определенные аукционы, хотя на аукционах срок возврата всего три года составляет. Там можно поискать их. По аналогии с инвестициями биржевых товаров неких, где происходят сделки купли-продажи и того же самого? Я объясню, наверное, всем будет сразу понятно, как образуется ценообразование на рынке. Это самый большой вопрос у начинающего коллекционера, инвестора, у кого бы то ни было. Ценообразование формируется на основе статистики аукционных продаж, потому что это открытый, зафиксированный результат. И наличие семи-десяти сделок по картинам, по работам одного и того же уровня, техника, год, создание, размер и так далее, является основанием для определения цены. Собственно, на это ориентируются все участники рынка, не только в России. Хорошо, цена определена. Вот я принял решение этого художника приобрести. Где я это сделаю? Вы можете прийти, например, если уж обращусь к конкуренту, Марина, к антикварному салону. Нет, мы не конкуренты, мы идем параллельно. Скажем уважение. Есть антикварный салон, в котором представлено в центральной зоне, например, десяток серьезных галереев, которые легко помогут вам этим, станут проводниками в мир искусства. Я понял. У нас есть звонок, давайте послушаем его. Степан, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Да, добрый вечер. Хотел бы задать вопрос вот гостям для себя и для, наверное, многих слушателей тоже будет интересно. Что творится с ввозом данных вещей в нашу страну? То есть, насколько я понимаю, законодательством это у нас запрещено. Нет, это не так. То есть, не так, да? Но можно вот поподробнее хотя бы в трех словах. То есть, есть какие-то вещи, те же картины, антиквариат, марки, монеты, которые представляют какую-то художественную ценность, допустим, по времени и так далее. То есть, их ввоз, он беспроблемный? То есть, я могу поехать сейчас на аукцион в Америку, купить и с собой в подмышке привезти? Да, именно так. Тут есть... Хорошо. Спасибо, Степан, за вопрос. Сейчас мы об этом поподробнее поговорим. Ну, мне кажется, да, проблема очевидна. Проблема очень простая, на самом деле, ее и решили с вводом закона о ввозе-вывозе, то ли 2008-2009 года. По нему вы можете ввести в Россию абсолютно любое произведение искусства, пусть это будет до ВИЧа. Вы заполняете декларацию, говорите, что это для личного пользования. Да, если вы хотите... И приобретено где-то там вот на официальном аукционе, да? Абсолютно. Вы это декларируете и не платите ни одной копейки. Абсолютно. Это бесплатно и совершенно без проблем, главное, занимает совершенно немного времени. Если вы это ввозите для коммерческих нужд... Для перепродажи. Для перепродажи, то в этом случае вы должны указать, и дальше начинают действовать ставки, связанные с ввозом товара на продажу и так далее. Но в любом случае декларируете. Но никаких проблем абсолютно нет. Ну, вот я понял, да, первая часть ответа. Если я для собственных нужд, значит, я коллекционер. Я приобрел на аукционе и повесил себя на стенку. А мы говорим все-таки сегодня больше, да, о возможности заработать. Значит, я инвестор, и в этом случае я продекларирую. И что дальше происходит? Теперь знают, что я могу ее... Если вы это ввозите как инвестор, то есть вы декларируете, за сколько вы ее купили, вы говорите, что вы ввозите ее для коммерческих нужд, то вы обязаны платить, если не ошибаюсь, 18%. 18% от той суммы, которую я потратил уже. От той суммы, которая указана. Но, понимаете, то есть вы должны приложить какой-то инвойс, чек или так далее. Вы можете сказать, что вы купили ее на блошинном рынке за 2000 долларов. Но, тем не менее, должен быть документ, подтверждающий. Должна быть экспертиза. А на блошинном рынке есть документы, кстати, подтверждающие? Нет, конечно. Нет. Это другая история. Ну, в этом случае на таможне могут вызвать эксперты Министерства культуры, которого они в любом случае всегда вызывают. Если ему покажется, что ваши слова не совсем соответствуют действительности, то вещь могут изъять на оценку. А дальше уже как получится. Как получится, да, как пойдет. Ну, однозначно, наверное, можно сказать, что все-таки предметы искусства в данном случае, вот такие высокохудожественные, не так просто в них инвестировать, ими распоряжаться, потому что есть определенные юридические. Есть очень важный момент, который связан с тем, что если работа идет без вас, то есть не вы ее лично возите, а ее доставляют вам, то там налоговые ставки могут достигать до 30%. И вообще покупать на Западе русское искусство, это довольно-таки странно. Русское искусство надо покупать в России, потому что здесь проще привести экспертизу быстрее, проще продать, проще купить, и главное, что дешевле. Нет, ну, очевидно, если картина, которую я хочу приобрести, продается сейчас за рубежом, в России ее нет, ну, вот в этой ситуации нет. Надо смотреть, за сколько она продается, возможно, даже налоговые ставки будут оправданы. И быть готовым, да, платить налоги. Марин, правильно ли я понимаю, что в случае с Блашином рынке все проще, гораздо? Там другое, поскольку ассортимент, конечно, в иной ценовой диапазон входит, и это скорее подарочная продукция, хотя, конечно, привозят и раритетные вещи, но поскольку, как правило, эти вещи особой исторической значимости не имеют, то к ним относятся достаточно сходящие. А вот эти истории, о которых вы рассказывали, вот как они выглядели бы, если бы действительно случилось еще раз нечто подобное. То есть я приобрел, никто не знает, что я приобрел, я сам не знаю, да, за небольшую сумму и повез на родину. Ну, предположим, я купил это в Америке, возвращаюсь в Россию. Это бы не стоило мне никаких дополнительных затрат. Или это будет связано с тем, когда определится, что это Рено? Я думаю, что это должно было быть... Нет смысла декларировать работу, которая изначально при покупке не вызвала каких-то сомнений о ее уникальности и запределенной стоимости. Я думаю, что такие работы, они возятся в Россию без проблем. Есть же определенная сумма, по которой вы можете ввести бесплатно. По-моему, это сейчас... Небольшая, да? Ну, по-моему, это минимум то ли это две, то ли три тысячи долларов. А может быть, речь идет сейчас о десяти, по-моему, увеличили. Десять тысяч вывозим и полторы ввозим, по-моему. Десять тысяч вывозите, по-моему, можете бесплатно ввести. Без документов, не заполнил. Я не буду утверждать. Ну, то есть, в любом случае, я привез что-то, мне нужно чек показать, да? Вот смотрите, это что-то стоит... Лучше сохранить все четыре. Да, что стоит тысячу долларов. Все, и тогда ко мне нет вопросов. Никаких. Потом проходит какое-то время, выясняется, что это ренуар. И ко мне начинают вопросы. Нет, никаких, абсолютно. То есть, как говорят, с задним числом, да, это все... Да, обратного хода не имеют. Видимо, повезло. Марина, тем не менее, если можно, вот, несколько структурировать все, что все-таки продается, да, и предлагается, ищется на блошином рынке преимущество. На блошином рынке ассортимент настолько разнообразен, что это и мебель, и живопись, и графика, и предметы одежды, потому что винтажная одежда тоже является объектом коллекционирования, не говоря уже о том, к чему я возвращаюсь, о винтажной бижутерии. Она пользовалась всегда ажиотажным спросом в мире, просто в силу того, что у нас был занавес, мы даже не знали о том, какой пласт культуры есть, и ему рука клещет весь мир. То есть, о чем говорил Егор чуть выше, да, оно касается и вашего именса. Да, но проще вот эти украшения привозить по стоку, поскольку их цена, она невысока. Можно приобрести, предположим, за рубежом в пределах тысячи евро и Шанель, и Стэнли Хаглера, и Скиапарелли, и так далее. Здесь все это стоит намного дороже. Поэтому те, кто занимается таким бизнесом профессионально, как правило, они покупают на аукционах, у них есть подтверждающие документы о ценности этих вещей, но опять же в Москве, в силу того, что она в разы выше, это стабильный бизнес. И этот бизнес, вот я начала говорить, вылился, помимо художественных проектов, в проект, который называется «Бижутерия от винтажа до наших дней». И надо сказать, что тяга к этой истории настолько сильна, что очень многие поменяли свою профессию журналиста-врача и так далее. Это очень интересно. Мы сейчас послушаем новости еще раз, потом обязательно поговорим. Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир. Зарабатывать на антиквариате и старине сегодня учат нас с вами. Мои сегодняшние гости. Это Егор Молчанов, специалист по инвестициям в искусство галереи «Элизиум» и Марина Смирнова, основатель художественного проекта «Блошиный рынок». Марина, прервались мы, уходя на новости. Очень интересная история. Вы говорили, рассказывали о том, какие все-таки есть проблемы. Нет, я говорила не о проблемах, я говорила о том, что очень многие меняют сферу деятельности, попробовав себя на рынке инвестиций в тот или иной предмет искусства. Мы рассматривали частные случаи с винтажными украшениями. И это действительно доходное дело. Поэтому для тех, кто хочет... А, кстати, имеет значение, чем я занимался раньше и после того, как я попробовал инвестировать в предметы искусства, ну или винтажные изделия, имеет это значение? Ну, я думаю, что в любом случае для того, чтобы бизнес продвигался, нужно, во-первых, знание, во-вторых, труд. Если человек привык трудиться и не ленится черпать знания, он может себя проявить в любой сфере. И, конечно, для того, чтобы стать экспертом в искусстве, времени потребуется, наверное, побольше. И специальное образование параллельно можно получить. Вы говорите еще о том, что, поскольку мы говорим об украшениях, то преимущественно этим девушки занимаются. Нет, занимаются женщины и мужчины. Да, это бизнес, который интересен всем, поскольку... Вы знаете, интересная ситуация на блошином рынке. Я обратила внимание, что даже те, кто занимался всегда стариной мебелью, живописью, они из всех своих поездок в Европу для закупок предметов старины стали привозить с собой чемоданчик с украшениями. Потому что они говорят, что этот чемоданчик по цене равнозначен тем контейнером, который они привезли с мебелью. И в результате от мебели они со временем отказываются? Ну, не отказываются. Тем не менее, вот эта диспропорция в сторону украшения, она как тенденция уже сейчас проходит. Вот мы говорим сейчас как раз о очень хорошую тему, коснулась Марина, о тенденциях. Мы говорим, если, так сказать, с вашей точки зрения смотреть, тенденция в основном, да, это переориентирование, да? Переориентация на винтажные украшения. И на антикварном салоне стало больше участников с этим... С украшениями, да? Ассортиментом, да. А какие тенденции, Егор, вот на рынке серьезного искусства? Никого не обидел, если так? Я расскажу так. Нет, мы с большим рынком относимся тоже как к серьезному искусству. Если уж мы говорим все-таки о профессиональном инвестировании, сейчас появилось много источников, много ресурсов, в том числе в интернете, которые позволяют профессионально анализировать то, что происходит на рынке. Ну, не сочетесь за рекламу, например, на портале artinvestment.ru есть графики доходности по художникам. То есть вы можете увидеть, как растут определенные художники. Вы можете для себя решить. Купить его, когда график падает вниз, да? Либо подождать, вы видите, что он только начинает расти. Забавно. Да, пожалуйста, все возможно. Всюду есть статистика повторных продаж. Существует немало ресурсов на том же портале, да, где написано, какого художника покупать, за сколько, когда и где. То есть практически дословная инструкция. Ну, то есть, да. Да, например, я для своих клиентов готовлю конкретные инвестиционные портфели из конкретных работ. Да, то есть все просто. Столько стоит. Такая-то ликвидность, такая-то доходность, такая-то корреляция в случае финансового кризиса и так далее. То есть абсолютно профессиональный финансовый язык. Здорово, здорово, здорово. И, собственно, вопрос-то какой прозвучал. А тренды какие? Во что сейчас больше всего вкладывается? Лучше всего вкладывать, безусловно, в самое лучшее. Лучше всего вкладывать в шедевр. Это самое надежное. Ну, это шедевры... Ну, это классика. Дорогое всегда будет продано. В России, конечно, востребована больше всего классика. И продать ее здесь легче и быстрее всего. Мы говорим о живописи, да? Да, мы говорим о живописи, мы говорим в том числе о графике. Тенденции какие я выявлю? В среднесрочной это русское зарубежье, художники русского зарубежья, те, которые уехали до или после революции на Запад. Чем интересен рынок? Потому что он мультинациональный. Покупают не только здесь, но и во Франции, в Англии, в Германии и так далее. Есть другой сегмент долгосрочный. Например, это наши нон-конформисты-шестидесятники, но это игра в долгую, да? То есть это от пяти, от семи лет, потому что они сейчас довольно-таки уже дорого стоят. И прежде чем произойдет какой-то следующий скачок при условии стабильной финансовой ситуации в мире, какая-то должно произойти время. Кстати, замечательно, вот сейчас вы коснулись темы при условии стабильной финансовой ситуации в мире. Всегда мы говорим о том, что есть некие, ну такие глобальные риски, да, позволяющие инвесторам переориентироваться из одного инструмента инвестиционного в другой. Такое даже понятие существует на рынках, как интерес к риску. То есть когда глобальные потрясения, народ бежит из каких-то высокодоходных активов и старается сохранить свой капитал, выбирая для этого, я не знаю, там... Искусство. Вот в этом случае, да, ответ... Искусство, наверное, скажу набившую многим профессионалам рынка оскомину в зубах, что искусство является гаванью для сохранения капитала. Действительно, именно это тот сегмент, который... Антиквариат, мы говорим про антиквариат, который никогда не может обесцениться как акция, например. Он всегда будет возвращаться к прежним значениям. И кризисы, статистика кризисов 90-го года, 2008-го, она показывает, что искусство откатывается, но потом возвращается к прежним значениям и их превышает. Да, поэтому это оптимальные периоды для инвестиций. Это как раз вот период кризиса, когда дешево продается. Есть статистика, да, что 30% самых богатых людей мира вкладывают от 15 до 20% своих состояний в искусство. То есть диверсификация активов идет полная. Ну вот очень интересная вот эта мысль, действительно, если это так, да, то искусство это некое средство сохранения капитала. Именно антиквариат современный. Хорошо, а уточни тогда, вот что такое антиквариат? Объясню, что это очень важный момент, да, потому что это те художники, которые сегодня известны, именно антикварные, да, то есть которые место истории. Ну не современные художники. Абсолютно. Это художники, место в истории которых определено. Современные сегодня, это маркетинг, это мода. Сегодня они могут стоить столько-то, завтра силы, которые на них влияют. Но при этом можно угадать. Можно зарабатывать, это венчурная инвестиция, абсолютно. Можно заработать тысячу процентов, можно потерять все, абсолютно. Будет стоить ноль. Если мы говорим о современном художнике, то непонятно. В 2008 году современное искусство просело на 60% в ценах. Все топы, топы, топы. Знаете, что больше всего выросло? Старые мастера. В 2008-2009 году, когда кризис бушевал, старые мастера выросли где-то примерно на 11-13%, соответственно, по сегменту. По сегменту. Просто кто-то отдельный, а в целом рынок вырос. Потому что самое надежное. И было видно, что люди, которые выводят деньги с рынков недвижимости и рынков ценных бумаг, перекладывают их в искусство. Было видно по результатам аукционных продаж. Видно, что неопытные люди. Смотри, мы сегодня об этом говорили. Если уж говорить об антиквариате, об этих фамилиях, которые известны уже давно и всем, наверное, как минимум участникам рынка, здесь-то приличный капитал все-таки должен. За 2, за 3 тысячи, за 5 тысяч ничего. Почему? За 10, за 15 тысяч можно выкупить себе вполне абсолютно. Кого, например, за 10? Предложи мне кого-нибудь. Из масла или из графики? Ну давай из масла. Из масла вряд ли. Так. Из масла. Что-то такое вот, да? Ну да, ну да. Я просто хочу... Я вот Моне очень люблю, я вряд ли куплю за 10. Советую, Моне за 10 тысяч. Даже если вложили 15 тысяч в работу, в графику, и ждете, когда она принесет свои дивиденды. Да, да, да. То проходит значительный период. И маржа получается все равно меньше, чем ты, работая с оборота, продаешь какой-то более мелкий и менее значимый антиквариат. Мне кажется... Я не очень соглашусь, если честно. Давай. Есть просто два хода, когда ты ждешь своего клиента, или же наоборот ты работаешь от количества сделок. Есть такой, например, маркетинг-инструмент, когда ты по работе, по той же графике, начинаешь искать вокруг нее информацию. Ты узнаешь, что она принадлежала какому-то известному человеку, что она была в таком собрании, в таких-то выставках. Это очень сильно поднимает ее стоимость. То есть это большая аналитическая работа. Это библиотеки, это сидения в архивах и так далее. Но это может капитализировать вещь, там, плюс 30-40%. То есть помимо того, что все знают прекрасно, что это работа такого-то автора, и она, естественно, стоит столько. А потом оказывается, что это работа... Предыдущий продавец поленился прочитать об этом. Я приведу отличный пример сейчас. Вот недавно продавался на американском аукционе, правда, на американском продавалась работа Серова. Эстимейт у нее был 100-200 тысяч. Итог 4,8 миллиона долларов. Вау. Так. Да, потому что... А почему начинали тогда с 4 тысяч и... Потому что те, кто ее продавал, не очень четко понимали, чем они обладают. А профессионалы рынка, они увидели, что это известные люди изображены, что было в такой-то, такой-то коллекции. И поэтому, как вы понимаете, чтобы до 4,8 было дойти, нужно было как минимум несколько человек, которые за это боролись. Наверняка. Наверняка. Кстати, я о чем бы хотела поговорить. О том, что, может быть, в среде профессионалов-антикваров встречается это не так часто. А в рамках блошиных рынков есть очень интересная ситуация, когда дилетантами является не только покупатель, но и продавец. Поэтому шанс найти что-то интересное на блошином рынке и заплатить за него... Гораздо выше, да? ...значительно выше. Мне вот понравилось сейчас, что не профессионалом является продавец. Это забавно. Ведь сам по себе... Ну, давайте, даже вот опять к твоему примеру. Да, я обладаю Серовым, да, ну, я имею в виду произведение, да, известного художника. Ну, как минимум, это уже должно меня напрячь в том плане, что это... Сколько это стоит? Это же Серов. Если вы изначально знаете, что это Серов. А бывает, что я и не знаю. А бывает, что не знает. Вот, кстати, мы говорили о находках, которые за рубежом проходили у нас в Измайлово. Я об этом рассказала Альбина Назимова. Ну, она купила очень интересные рисунки, путевые заметки художника, какой-то итальянский альбом. Какого-то какого-то? Да, она купила несколько рисунков себе и друзьям в подарок. Но... Причем она-то, вот, она почему эту покупку... Она очень грамотна, она женщина... Или просто увидела картинки с нами. Да, понравились эти рисунки. Когда она пришла через неделю, то сказали, что пришел специалист, который опознал путевые заметки Карла Брюлова и выкупил все оставшиеся рисунки. Я рассказывала эту историю в одной компании, мы сидели под красным абажуром, я рассказывала эту историю. И вдруг один из искусствоведов сказал, это был я, как раз я и... И выкупился. И всю эту историю оставшуюся себе забрал. Поэтому происходят такие счастливые моменты, когда первоначально Карл Брюлова был продан за... За копейки. За деньги, бумаги. А потом вот та дама, о которой вы рассказываете, она в результате поняла, чем она обладает? Конечно, да, но часть уже была подарена друзьям, знакомым. Уже обидно, наверное. Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что, наверное, все равно было приятно, что... Ну, безусловно. Безукоризненный вкус все-таки выбрал достойнейший. По поводу доходности, на самом деле, у меня нет с собой статистических данных, но готов предоставить в любой момент, что могу десятками, да, где доходность составляет 30, 40, 50 процентов в год, а то и больше. То есть есть у меня и по 200, и по 300 процентов. Огромное количество примеров по русскому искусству, которое было куплено не в 90-х годах, не в 2000-х, а вот, пожалуйста, в 7-м, 8-м, 9-м. Важно найти правильную вещь, правильно купить ее и... И правильно продать. Да. А продать это не сложно. Если вы купили хорошую вещь с хорошим провинансом, с хорошей историей, вы легко продадите, потому что сейчас идет охота за хорошими вещами. Ну, я уверен, что ее наверняка, вот, учитывая, да, все, о чем я сказал, легко можно будет продать, но, опять-таки, если я предложу ее за одну сумму, она уйдет в 10 раз больше, и мне будет, наверное, немножко жаль. Почему? Если вы будете продавать ее, например, на аукционе, то вы получите ту сумму, за которую она уйдет. Аукцион получит всего лишь свою комиссию. Вот, кстати, по поводу комиссии, ну, наверное, мы об этом поговорим уже после очередных новостей. Все-таки интересно, да, ведь это все профессиональный, ну, вне биржевой, как принято говорить, но, тем не менее, профессиональный рынок, и там есть свои специалисты, специалисты-посредники, да, специалисты-аналитики и так далее и тому подобное. Вот, насколько эти люди востребованы, во-первых, да, и какие услуги они оказывают, сколько эти услуги стоят, очень интересно. Сейчас прерываемся, слушаем новости, потом продолжим. Ну, что ж, последняя часть нашего эфира. Время, как всегда, неумолимо. Тем не менее, еще есть 12 минут поговорить об интересных вещах. Уважаемые слушатели, я напомню, что это бизнес-класс, и мы сегодня говорим о том, как заработать на антиквариате и старине. Мои гости – это Егор Молчанов, специалист по инвестициям в искусство галереи «Элизиум», и Марина Смирнова, основатель художественного проекта «Блошиный рынок». Мне очень понравилась фраза Егора, что рынок сейчас цивилизован, рынок профессионален, да, начиная с объектов, которые на рынке присутствуют, да, и заканчивая участниками рынка. Если, опять-таки, ты позволишь, я приведу близкую мне аналогию, если мы говорим о инвестициях. Вот есть классические инвестиции, рынок фондовый. Вот он профессионален с точки зрения, что, ну, во-первых, есть некая биржа, где происходят все эти, да, торги, есть определенный список биржевых инструментов, и есть профессиональные участники рынка, да, помимо продавцов и покупателей, это и биржа непосредственно, да, как финансовая площадка, это огромное количество посредников, брокеров, так называемых, да, маркетмейкеров, дилеров и так далее. Как выглядит рынок антиквариата, рынок искусства с профессиональной точки зрения? Скажу сначала, что рынку искусства русскому всего 20 лет. Он по сравнению с западным, который, когда ты встречаешь галерею, которая существует по 200 лет, это выглядит немножко несерьезно. Я к чему это говорю? Потому что рынок становится чище, становится профессиональнее, то есть раньше, если бы были наценки по 100-200%, сейчас это, конечно, уже уходит в прошлое абсолютно. Стандартная, например, комиссия галереи вставляет где-то в районе профессиональной галереи, 10-15%. От цены продажи? От цены продажи. Есть, безусловно, недобросовестные дилеры, есть недобросовестные галереи, которые завышают цену в 2-3 раза, но потом на эту же сумму опускаются. Зачем они это делают? Это, наверное, вопрос к ним. Если говорить про аукционы, то их комиссия зависит от суммы продажи. Аукционы – это аналог биржевой площадки некой? Да, то есть когда выставляется одна картинка, за которой борются несколько покупателей, открытые торги, то там комиссия составляет от 30% за вещи не очень дорогие, допустим, до 100 тысяч долларов, до 10% – это уже за миллионные вещи. Однако есть, когда вы платите на аукционах, вы еще иногда должны платить правоследование. А это тоже совсем неприятно становится. А это авторское отчисление наследникам художников. То есть если художник со дня его смерти прошел меньше 70 лет, то авторские права практически на все работы принадлежат его наследникам. И кто платит в этом случае? Покупатель или продавец? Конечно, покупатель. Платят покупатель в конце. Поэтому минус аукционов, например, в том, что нет возможности подумать. Начинаешь торговаться раз-раз-раз, и еще плюс 30%. Эмоции, да? Да, в этом плане для меня, конечно, ближе те стихийные торги, которые происходят на блошином рынке. Когда цена, озвученная после торга продавцом, является финальной, и вещь к тебе переходит. Вот эта быстрота момента. Марина, забавно, вот эта цена финальная, она сильно, как правило, отличается от того, с чего мы начинали. Ну, я думаю, что до 50% легко можно снизить цену. Я понял. Если говорить об инфраструктуре некой, блошиный рынок, он похож на то, о чем сейчас Якура рассказывала? Нет, это совершенно самостоятельная история. Хотя на блошиных рынках, если они, предположим, представляют у себя такой город антикваров, как в Париже Порт-де-Клинин-Кур, где коллекционеры могут позволить себе, находясь в своих салонах, ждать покупателя долго и держать цену высокую, там, конечно, будут и цены стабильные, и достаточно высокие. Если в том же Париже идти на рынок ВАНФ, который работает с утра и до полудня, и готовы расстаться с вещами за достаточно смешные деньги продавцы, то там вот та атмосфера блошиного рынка и та жизнь, которая дает эмоции в результате хорошую покупку и возможность этим антикварам на вырученные деньги приобретать новый товар, и в следующие выходные тоже продавать, ну, если не подключить, ну, по крайней мере, большую часть своей коллекции. То есть они как раз вот рассуждают так, да, как вы говорили чуть выше, для них важен оборот, оборот, оборот. Я думаю, что да, потому что вот в России, например, источник предметов старины, он, я думаю, не так широк, поскольку был период, когда что-то уничтожалось, вывозилось, и поэтому я вижу даже по участникам нашего художественного проекта блошиного рынка, что какие-то предметы исчезают, предположим, русский север, еще какие-то предметы, и уходят с рынка антиквара. А в Европе была преемственность поколений, не было таких разрушительных войн, не было борьбы с мещанством, когда уничтожались деревянные резные горки в пользу пластикового стола. То есть там наследие столь велико, что все предметы просто заключены в непрерывный оборот от одного потребителя к другому. Вот о Париже Марина заговорила, если позволите, уважаемые гости. Мы можем какие-то значимые точки на карте мира или, может, на карте России выделить сейчас, где вот эта жизнь прежде всего бурлит. Блошиные рынки в России, где они? Или аукционы, да, ключевые происходят, где галереи? Галереи, наверное, Центральный дом художника на Крымском валу. Наверное, сейчас вот Артьяуза, если я не ошибаюсь, открылся, центр большой. Артьяуза называется? По-моему, Артплей, по-моему. Артплей на Яузе он называется. Аукционы, понятно, что они все располагаются, у них собственные какие-то помещения, где они находятся. То есть я приехал, условно говоря, в галерею, выбрал то, что мне необходимо и жду аукциона, где я смогу его купить. Нет, если вы приходите в галерею, то вам нравится конкретная вещь, вы договариваетесь с владельцем. Здесь же? Здесь же, прямо на месте. Вы делаете предложение какое-то, потому что торгуются обычно всегда все. Ну, это нормально. После чего галерея его обсуждает, обдумывает и дает вам ответ. В отличном примере от Башина в рынке, у нас невозможен постоянно вот этот оборот, вот вещей мало, и к вещам мы подходим очень осторожно, да, потому что мы, когда мы их получаем, делаем экспертизу, мы с ними разбираемся, мы изучаем это. В любом случае, покупатель с продавцом вряд ли общается, да, напрямую? Конечно, напрямую общается. Наоборот, напрямую общается. Есть, конечно, посредники, есть дилеры, есть представители коллекционеров, которые стало модно, когда коллекционеры окружают себя консультантами. Огромное количество, да. Консультантами, да. Вот рынок аналитики мне еще очень интересен, сейчас я задам тебе этот вопрос, а как процесс покупки и продажи на Башином рынке? Стихийный. Стихийный. Естественно, стихийный и торг уместен. Да, да, да. И удовольствие огромное, поскольку не только важно, как ты торгуешься, важно даже, в чем ты пришел на рынок. Вот я хотел спросить, антураж Башиного рынка, он ведь тоже наверняка, да? Он специфичен. Даже когда Катерина Диньев идет на Башиный рынок, она одевает какое-то старенькое пальто. Шляпку, наверное. Скромная женщина с небольшим достатком, но она посещает Башиные рынки регулярно, потому что безумно их любит. И надо сказать, что на самом деле Башином рынке мы больны миллионы людей. Это источник для художников, для театральных постановщиков, для актеров, для коллекционеров. То есть мы возвращаемся к эмоциональной составляющей, да? Это огромная мировая культура, и это не только эмоциональная составляющая, это еще и подлинные шедевры, которые встречаются на облашенных рынках. Потому что купить в идеальном состоянии платье 20-х ардеков, можно купить их за небольшие деньги. В Париже можно поехать на Портабелло и приобрести там интереснейшие вещи. Не советую ехать в Мадрид на Растро, поскольку он не так хорош. Но, в принципе, быть в городе и не посетить Башинный рынок, это ошибка, поскольку ничто так историю города, историю страны не представит, как Башинный рынок там срез за последние несколько столетий. Ну и город, прежде всего Париж, я так понимаю, потому что неоднократно звучало это название из ваших уст сегодня. Я просто сравнила два парижских рынка, которые, так сказать, самые известные, я назвала тот, который мне симпатичнее, поскольку для меня живой развал и финансово доступнее, и эмоционально приятнее, и результативнее, чем стационарные салоны антикварные. Они, зато они камерные, эксклюзивные отношения, музыка, шампанское, да, то есть каждому клиенту отдельные отношения. И очень высокие инвестиции. И очень высокие цены. Время немного, Егор, и вот этот вопрос меня очень интересует, поскольку, еще раз повторю, мы говорим о цивилизованном рынке антиквариата, да, есть наверняка огромное количество аналитики, аналитиков, есть знающие люди, которые ориентируются. Мне очень понравились, кстати, вот именно твои фразы по поводу того, что вот сейчас, да, есть тренд вот в этих инструментах, потом мы наблюдаем рост цен, потом мы наблюдаем коррекцию, и вот... Пожалуйста, есть русский портал, я назвал главный номер один по инвестициям в искусство для профессиональных игроков. Могу еще раз повторить, artinvestment.ru, да, если вы хотите какое-то более частное, можете прийти, например, к нам для релиза, где тоже абсолютно расскажу, все покажу, объясню и так далее. Но это главное, есть мировые ресурсы, где английская аналитика, но она на английских художников, а все-таки в Россию лучше инвестировать в русское. Ну, я так считаю, потому что больше выбор, проще понять, проще продать и так далее, и так далее. Ну, и, наверное, интереснее, если мы абстрагируемся от живописи, то если инвестировать, то лучше инвестировать в коллекции, потому что коллекция будет стоить дороже, чем разрозненные предметы. Коллекция дороже или дешевле? То есть коллекция можно продать дороже, чем определенные... Есть, на самом деле, маленькая нота, но иногда кажется, что коллекции... Как по-разному бывает. Кажется, что коллекции можно продать в целом дороже, но иногда получается, что продать в розницу получается дешевле, чем оптом. Потому что, когда человек покупает полностью коллекцию, он просит скидку, которая сильно понижает в цене каждый предмет в отдельности. Но это зависит от сути коллекции. Ну, безусловно, потому что сложно говорить о коллекции как о неком опте. И, соответственно, если в разнобой мы, то это розница. Пора говорить, зависит от коллекции. Я догадываюсь, но в любом случае, для того, чтобы собрать коллекцию... Если собрать рисунки Бакса к определенному спектаклю, конечно, тут никакой скидки не говорить. Конечно. Это правда. Потом собрать коллекцию изначально, это уже большой труд. Еще очень важно зависит, чья это коллекция. Если это публично известнейшая персона, как было с продажей коллекции в Сен-Лорана в свое время на Кристис, то это, конечно, совершенно... Она ушла тогда в два раза дороже стиммейта только за имя. Люди платили просто за то, чтобы обладать вещь, которая принадлежала к Кутюрье. К примеру. Это здорово. Друзья мои, я благодарю вас. К сожалению, время у нас уже заканчивается. Уважаемые слушатели, я напомню, мы сегодня говорили, как заработать на антиквариате и старине. Об этом нам рассказывали сегодняшние мои гости. Это Егор Молчанов, специалист по инвестициям в искусство галереи Elysium и Марина Смирнова, основатель художественного проекта «Блошиный рынок». Вам, уважаемые слушатели, спасибо огромное за внимание и традиционно на бизнес-классе мы говорим о том, как сейчас можно зарабатывать денег. Главное, что можно это делать и обращаемся к профессионалам. Еще раз благодарю вас, уважаемые гости. Всего вам хорошего. Успехов на рынке.